итак перерыв кончился дальше и я начинаю думать своей головой думаю почему я должна выбрать например вот эти лонг да а может быть это маркетинговый ход а может быть они там пишут что хотят да там написали все такое а тут я узнаю что у этих пигментов я вам их не рекламирую я вам рассказываю просто я работаю почему я работаю на них и это не значит что они самые лучшие хотя может быть и самые лучшие очень много народа за эти года перешли на акву кто-то покупает пигменты только для губ от лонга потому что они прекрасные так вот что я начала начала узнавать что они единственные имеют этот сертификат единственное в мире имеет этот сертификат я уж не знаю что может быть еще я понимаю что текстура этих пигментов что я потом узнаю да как доказательно проявляется текстура этих пигментов уникальна настолько нежная шелковая но наверное это мелкая дисперсия какая-то да то есть это тонкая вот эта структура и как мне девочки пишут не буду я работать на этом пигменте не буду называть название горит они как песок я сразу думаю про пигменты лонг и думаю да вот это конечно это можно ну просто на губы наносить да то есть они нежные прозрачные текстуры если вы иголкой нанесли то это не лежит краска да и и не видно на губах как вот у меня пигмент его не видно кажется от моей губы хотя они у меня точно такие же по цвету вот точно такие же вот и меня это сразу же я поняла так я хочу на этих пигментах поработать спустя много лет работая на одних пигментах я решила взять эти вот поэтому они просто так ой дай-ка я попробую потому что у меня там что-то плохо получается дали какой-то меня плохой пигмент нет пигмент не может быть плохим вы можете его не знать так вот ладно второе это вот письмо было такое я задала много вопросов на что они мне ответили а вы не можете ответ мне они на мои вопросы а вы не можете просто назвать цену ну просто назвать цену сколько у вас это будет стоить чтобы вы прорекламировали то есть но это как бы вообще мне вообще такое писать нельзя я настолько и мне до слез я до слез бьюсь за качество за информацию четкую до который я можешь сказать из себя вытаскиваю чтобы людей научить себя превосхожу а все-таки так и скачет с пигмента на пигмент именно в этом ошибка такая что маркетинг работает на предложение вот 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 возьмите эти возьмите эти а вот у нас хорошая у нас хорошие вы должны фильтровать мы должны мастера мы должны фильтровать их цель прорекламировать и продать и это неплохо пожалуйста они занимаются своим но мы то на людях работаем нам-то нужно определиться а где же все-таки истина где же все-таки правда а правда в том что вот я для себя эту правду так нашла я с вами делюсь а вы уже решите как для вас это правда идет она вам или не идет в чем правда пигмента до выбора этих пигментов правда в том что вы должны изучить пигмент вы должны на нем поработать вы должны получить не только зажившие но и возврат и на обновление да и а прежде чем начать этот пигмент работать его нужно понять почему вот когда я создавала программу по колористике почему я начала ее с самых самых азов то есть программа начинается как я это узнавала программа началась у меня именно с того как и я узнавала что сначала мы разбираем цвет сам по себе цвет мы начинаем учиться им управлять потом мы начинаем понимать внешность это следующие уже первый урок 2 3 а после этого уже только мы переходим к пониманию что такое пигмент и и потом уже складывая все пазлы мы начинаем понимать как он внутри кожи может себя проявить то есть если вы на каком-то моменте сомневаетесь по поводу пигментов не уверены в результате значит у вас есть где-то дыра понимание вот этого всего комплекса как мне ответила моя одна из учениц она говорит тыр ты неправильно представляешь свою программу я покупала твою учебную программу с мыслью что мне в принципе не жалко денег чтобы хоть что-нибудь еще узнать но я узнала настолько много что говорит просто ты нищенски объясняешь о своей программе да наверное я объясняю скромно действительно я не хочу никого втюхивать у меня нет вот этого маркетингового какого-то подтекста купите придите возьмите но я знаю как это понимаете я с этим с вами делюсь и почему я веду вот эти вот эфиры которые я называю мастер-мастеру вот сейчас я сделаю запись это будет восьмой выпуск мастер-мастер где я рассказываю эти истины потому что я желаю и не знаю как донести до всех поэтому я прошу всегда делитесь пожалуйста этим видео на каких-то профессиональных ресурсах если это возможно вы не поверите я просто я от самого вообще сердце от себя вот это все вытаскиваю чтобы это все рассказать я не знаю я горю у меня у меня просто желание рассказать правду я как революционер понимаете я бьюсь вот за это за все и хочу чтобы вы наконец перестали плутать в по тьмах я наплуталась я пришла и поняла что господи сколько там этих лабиринтов и путаница оказывается как же мастеру распределить где правда где вымысел где выдумка где ему кажется а все за закладывается только в правильном понимании цвета правильном понимании кожи да что-то какие-то слова правильное понимание кожи что это значит это то что я вам сказала это ваш регион это то те женщины тем клиенты которых вы придет к ждете каждую свою работу да в основном этот тип это обязательно какая-то узкая к как бы узкая часть представителей да по цвету кожи вы не работаете со всеми да и и с англичанами и с африканцами вы же не со всеми работаете от этого до этого нет и пигменты вам не нужны целая вот это вот батарея знаете вот так вот самых там я не знаю сколько цветов причем у вас они хранятся идентичные по цвету от разных производителей вы смотрите они в принципе одинаковые если вы на них посмотрите они будут одни красноватые вы от другого производителя посмотрите увидеть и этот такой же красноватый зачем вы покупаете одно и то же но разных марк зачем вам это не нужно совершенно успокойтесь разберитесь в том на чем вы работаете на каких типах кожи вот опять хочу сказать будет вебинар у меня в воскресенье 29 числа называется он кожа это будет материал на котором я хотела бы рассказать какая кожа вообще вот она по своему качеству да и по своему цвету и как эту кожу вообще понять чтобы в нее пигмент можно было внести и не ошибиться и не получить какую-то проблему потом да я понимаю что это связано очень с колористикой поэтому я вам советую смотрите как когда у вас приходит клиент вы на него смотрите 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 на цвет глаз это вообще самое цвет глаз это самый первый показатель цветности человека то есть волосы он может закрасить его родные волосы тоже показатель но он их может закрасить и вы просто не поймете какой он вообще по масти что называется да а вот цвет глаз он ну что если линзы одел конечно вы можете сказать там а вы в линзах сейчас да слишком такой яркий цвет а можно какой у вас цвет глаз натуральный да то есть или фотографии покажите где вы без линз да и вы можете сразу определить человека насколько он интенсивный поэтому я уже миллиарды миллионов раз говорила интенсивность людей от светлого к темному до в губах тоже самое это прямая связь с тем какой пигмент вы выбираете и вот вся вам гарантия гарантия только в том что вы знаете что вы подбираете правильно а чтобы подбирать правильно нужно смотреть какой человек по своей природе если он слабо интенсивный значит ему нужно слабо интенсивный пигмент откуда берутся эти фиолетовые брови до откуда берутся эти холодные серы потому что человек такое это было сто процентов понятно что будут холодные серый или что они будут потом фиолетовые далее бордовые какие-нибудь там красные потому что вы не не понимаете вот в этом моменте вы вы кожу не понимаете вы пигмент не понимаете но вы уже работаете у меня вот есть коллеги там по два по три года по 4 по 10 лет работают и работают и не понимая с чем они работают когда я это понимаю думаю А зачем тогда мы ищем разные пигменты? Они просто не нужны. Они просто не нужны. Я вот сейчас думаю, а зачем их так много создают? Зачем? А за тем, чтобы продавать. А вы будете их покупать до тех пор, пока вы будете не знать то, как вам работать и с кем. И было второе письмо у меня на днях. Прислали предложение тоже, как и, наверное, многим, не только мне правильно. То есть они ищут каких-то мастеров, которые могли бы представлять и так далее, как любую марку. И тоже у меня такой же вопрос. То есть мы распространяем, сейчас развиваем, мы производим и так далее. То есть у меня такой же вопрос был. А какое качество ваших составов? То есть как можно определить вообще уровень, качество состава? Потому что это цена. Когда я знаю, что цена высокая, я сразу ищу. А почему она высокая? А потому что там вот такое производство, там такая сертификация высокая. Естественно, и цена такая же высокая. Где-то и маркетинг, конечно, без него никак. А когда я вижу, что цена низкая, и мне тоже цена такая доступная, ну просто чтобы продавать, естественно, люди чтобы покупали. И у меня возникает вопрос сразу. А как вы меня убедите, чтобы я у вас купила ваши пигменты? Понимаете, как я думаю теперь? То есть вы, например, кто-то из вас, вы думаете, о, там-там хвалят, хвалят со всех сторон, надо брать. И вы берете. У вас не возникает вопрос, а почему вы берете? Потому что хвалят. Так а он-то хвалит, у него может быть другие цели. Да, мне деньги заплатили, я бы вам начала на всем ютубе расхваливать те пигменты или те. Вы побежали бы их покупать. И где гарантии будут, что вы действительно ими сработаете. Чтобы вы ими сработали, вы должны приложить огромный анализ, понимание. Внутри пузырька, что находится, да. Все это уточнить хотя бы у производителя. Что и с чего они делают свой пигмент? Биотач. Ну вот я работала на пигментах Биотач, когда вот начинала. Я с них потом ушла на Голден Ай, а с Голден Ай я ушла уже на Акву. И уже на Акве осталась, потому что видно, какое-то стало приходить понимание. Ну так вот, к Биотачу как я отношусь? Там, например, есть цвет такой коричневый, темный. Где он мне недавно подарили, я покупала, когда Биотек, мне доктор отдал в подарок просто эти пигменты. Он говорит, куда мне они не нужны. Вот этот, Dark Brown. Для меня, например, сейчас очень понятно. Dark это темный цвет, brown это коричневый. Сейчас его если разотрешь, там будет много красной основы. Следовательно, если я его нанесу не на тот тип кожи, я получу фиолетовый подтон. Вот, тогда я это посчитала, что с пигментом что-то не так. Когда я начала работать. Сейчас я могу сказать, что я его неправильно применяла. Чем больше пигмента держат черного, тем более поверхностно его надо укладывать. И не всем, а только тем, кому он рекомендован по фототипу. Вот и все мое отношение. Нормальные пигменты существуют уже много лет, но на них очень много подделки. Очень много подделки на пигменты Биотач. Китайцы шлепают только так и продают. Я как-то лет 6 назад, по-моему, купила целую коробку, наверное, штук 20 пигментов Биотач из Китая. Я тогда еще не знала, что это подделки. Когда они пришли, я на них посмотрела, я поняла, что это не настоящие пигменты. И я всю коробку выбросила в мусорку. То есть они были... А потом уже пошла информация, что да, есть различия, есть какие-то моменты, по которым можно пузырек отличить. Оригинал это или подделка. А сейчас это стало такое время, что настолько много пигментов, что вот, пожалуйста, а сколько вам заплатить, чтобы вы нас прорекламировали? А вот купите, пожалуйста, отзывов набрали, да? Кто там эти отзывы пишет? Девчонки, хотите я вам скажу правду вообще подполье просто вот по развитию какой-либо деятельности? Вот я занимаюсь обучением. Я реально рассказываю людям важную информацию. А пигменты на основе Novox. Нет, не знаю. Пурла линия, тоже не знаю. А, ты имеешь в виду маленькие малыши вот эти. Да все, все у них там нормально. Они на глицериновой основе, мягкие. Нужно разобраться с колористикой и посмотреть, подходят ли эти оттенки вообще по своей консистенции. Ну мне как-то они, знаешь, я не хочу на них возвращаться, но у меня есть флаконы. Да, то есть, ну не знаю, может быть я поработаю где-то когда-то. Ну мне хватает аквы. Вот стоят даже пузырьки вот подаренные, да, и я их даже открывать не буду, мне кажется. Вот стоят они и стоят. Не знаю даже, что с ними делать буду. Представляете, у кого-то вопрос возникает о том, купить, не купить. У меня оно стоит просто, потому что я понимаю, что я не буду работать на том, на чем мне и так хорошо. Вот на акве хорошо, зачем мне брать еще вот это все? Я вам тоже это рекомендую. Ну ладно. И знаете, как и в итоге что получается? Человек приходит, начинает учиться, после обучения он начинает получать проблему. А проблема откуда растет? Не из пигмента, она растет ногами оттуда, где его учили. Почему ему не рассказали? И вот я вам хочу сказать, как вообще развивается продукция. Та, которая уже существует много лет, ее уже давным-давно рекламировать не надо. Про нее уже масса информации на работах. А те, которые сейчас только начинают, я знаю, им трудно, им нужно как-то развиваться. И вы заходите, их там нахваливают. На кожу просто заявку нужно подать. Их нахваливают, нахваливают эти пигменты. Кто нахваливает, вы не знаете. Вот зайдите ко мне на аккаунт. У меня, если и написан отзыв, вы знаете, люди, которые у меня учатся, они не хотят почти отзывы писать. Они учатся и там где-то мне в личке пишут. А чтобы зайти отзывы написать, это вообще целая проблема. То есть я не могу предоставить доказательства, что у меня учебный материал действительно настоящий, ценный, нужный, очень нужный. А все эти компании, зайдешь к ним, а там хвальба одна, хвальба. Да кто эту хвальбу написал? Кто? У меня сразу вопрос возникает. Вы знаете, людям, когда реальные вещи продаешь, они покупают, счастливы, идут дальше работать и забыли. Они забыли отзыв даже написать. А в этих компаниях одни отзывы. Да это вообще обман. Это маркетинг, начиная от продажи, заканчивая отзывами. Поэтому вам не нужна реклама пигмента, чтобы его купить. Вам нужна информация о нем. Поэтому когда мне написали, я спросила. Пожалуйста, если вы с каким-либо... Вернее, меня спросили. Да, да. Кто-то мне пишет сейчас. Так. Так. Написали письмо. Кто-то отправляет мне за курс, за мастер-класс. И пишут, что они отправили мне этот перевод за курс. А нужно писать в подарок. Мне закроют все счета, и я перестану вас учить. Вот некоторые не знают, что нельзя писать. Ну так вот. Вот мне написали. Пожалуйста, прорекламируйте. А я говорю. Да мне зачем рекламируйте, если продукт хороший? Дайте просто о нем грамотную информацию, которую я прочитаю. И скажу, да, действительно, я хочу на них поработать. Пожалуйста, пришлите мне пробники. Да, если они у вас есть. Или пришлите мне пару цветов. Я хочу их попробовать. Правильно? Вот. А когда вы просто начинаете щипцами вытягивать, а из чего сделано? А где производят? А где ваш завод находится? А где вы это делаете? Мне очень интересно. Потому что мне кажется, создание пигментов, да, качественных, это все-таки какое-то производство целое. Или вы сейчас уже перешли на быстрое изготовление. То есть заказываем у китайцев, они там у себя все смешивают, все вам делают. Пожалуйста, никаких расчетов там, я не знаю, химиков не существует. Есть вот эти вот избитые, измыленные рецепты. Да, и вот они на основе этих рецептов какие-то колористы, может, составили. То есть все очень просто. Поэтому я как человек, который очень так любит все это идеализировать, может быть, да, может быть, идеализировать. Но вот у меня такая тенденция. Я люблю зарекомендованные уже красители. И люблю, когда мои ученики разбираются в цвете, когда они не привязаны к марке. Никакой маркетолог им лапшу на уши больше не навешивает. Вот. Поэтому все эти товарищи, они, конечно, молодцы, они свое дело делают. Но они не всегда честны. Вот в чем дело. Поэтому мы должны это помнить и не бросаться на всевозможные новинки. Я вас очень прошу. Вот. Да, так все и делают. Но сейчас как к этому идет прояснение, и все равно останутся компании, которые все-таки, знаете, зарекомендованы. Да, рекомендованы, да, может быть, компании, как там Mercedes, их, может быть, тоже в Китае собирают. Да, но Китай, Китай, рознь, вот о чем я хочу сказать, да. Просто есть действительно наработки, которые соответствуют, да, качеству. И делают, может быть, они и в Китае свои пигменты, да, эти компании известные, давние, старые. Потому что дешевая там рабочая сила, да, и вот эта вот окупаемость и так далее. Но я знаю, что есть заводы и в Германии, да, немецкие пигменты, которые изготавливают они сами. Никакие китайцы им ничего там не бодяжут. Я говорю о том Китае, когда сырье дешевое, китайское сырье, которое, они, знаете, как подводят это все под сертификат соответствия. И что? Вот они этим сертификатом прикрылись. А я говорю, а мне интересно узнать о уровне этого качества в этом пузырьке. Качество должно соответствовать. Мы вам выслали сертификат. Да круто, что вы нам его выслали. Он должен быть, это смешно, если бы его не было. Вы что, хотите сказать, что его может не быть, что ли? Сертификат, качество есть, это классно. Но меня интересует, какого уровня это качество, какого, как его можно сравнить друг с другом. Почему я должна выбрать ваш пигмент, а не мою привычную акву, которую я знаю уже сто лет? Почему, скажите мне, должна я купить ваш пигмент? И я не настроена агрессивно. Я очень позитивно настроена, познавательски. Я хочу знать. Расскажите мне. Расскажите мне, а я расскажу другим. Очень круто, интересно, будем развиваться. Но вы мне просто расскажите, почему. Чем вы лучше. Вот такая история, ребят. Вот у меня про пигменты так. Это уже, наверное, выпуск вот восьмой сейчас будет у нас, я его назову мастер-мастер. Вот восьмой выпуск. Вот. У меня, честно сказать, крик души. Меня просто немножко уже добили с этими пигментами. И я смотрю, как вообще перстят, шерстят вообще все во все стороны эти пигменты, пигменты, пигменты. Вот. Мы с моими учениками на курсе миксы, знаете, что делаем? Мы работаем с цветом, с первичной основой. Мои девочки знают теперь прекрасно, что вот такой цвет, да, или вот такой цвет можно взять и составить самостоятельно. Вы знаете, я решила учить людей составлять авторские миксы. Я поняла, что я не докажу то, что ребята, стойте, перестаньте все подряд скупать, перестаньте деньги тратить, перестаньте, если вы не понимаете чего-то. Я просто решила усилить учебный процесс и в нем рассказать, откуда вы берете надежный для вас пигмент. Откуда? Из понимания того, что это за пигмент. Марку? Решите сами, на какой вы марке будете работать. Я для себя решила, вы для себя. Но вы должны понимать, что внутри этого пузырька. Да, спасибо большое за рекомендации, что рекомендуете пройти мой курс. Я сама его рекомендую пройти, потому что это даже больше, чем, наверное, я знала, когда я начинала обучать два года назад. Настолько меня, я только думаю, Инна, вы не думайте, вы зайдите хотя бы пообщайтесь в личке с девочками, которые пишут свои отзывы. Они мне пишут, оставляют отзывы именно в моей группе ВКонтакте. Если вы не знаете, где найти, напишите мне, я вам скажу, пройдите туда, посмотрите, там людей. Вы этим людям напишите в личку, это настоящие люди, это не как делают накрутки. Я зашла, знаете, недавно в компанию одну, смотрю, у них 500 лайков. Я думаю, откуда эти лайки? У меня нет ВК, пишите мне, я вам скрины, я вам на почту отправлю все скриншоты моих девчонок по отчетам, что они писали. Вот, Таня из курса. Ну, вы в личке же не спишите сейчас в этом, в Ютубе. Я зашла и вижу 500 лайков, компания там одна, да, в Инстаграме. Я думаю, господи, откуда эти 500 лайков? Ну, естественно, это накрутка. Я говорю, люди, они не понимают, вот что реально существует, а что нереально. Я свое, свой контент, вот мой Ютуб, мой Инстаграм, я строю вообще просто на живую, настоящую аудиторию. У меня нет никаких накруток. Зайдите в мой Инстаграм и увидите, что у меня нет никаких бешеных лайков, да. Ну, я действительно делаю серьезные вещи. Я показываю людей, которые у меня учатся. Вы можете написать этому человеку и сказать, увидеть его профиль, да, и посмотреть. Хотя, знаете, у меня некоторые создают профиль, потому что у них нет контакта. Они его создают, они его даже не заполняют, но они приходят ко мне учиться в ВКонтакте, там, потому что информации больше всего я выставляю. Но я сейчас Инстаграм стараюсь оживить, потому что он у меня, правда, неинформированный и очень многие им пользуются. Поэтому, если у вас есть какое-то пожелание по организации информирования вас, по организации вот этих вот эфиров мастер-мастеру, какие-то вопросы, все оставляйте под видео. Я на Ютуб отвечаю так же, как на свой личный WhatsApp. Когда вы стали мастером татуажа, вы сразу начали работать на людях? Да, я в Инстаграм за вами слежу, очень приятно. Я когда стала мастером татуажа, я вам сейчас расскажу, я уже сто раз рассказывала. Сначала я заинтересовалась этим, потому что я с 2002 года начала рисовать брови, что называется, бровистом была тогда. И у меня было столько народу, что я не успевала вписывать процедуры по другой косметологии. Я не успевала пообедать, у меня были брови, 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 брови. Я пришла к решению, что я хочу быть мастером татуажа, потому что мои клиенты начали меня вот так трясти, научить на татуаж, потому что мы не можем себе это все поддерживать, к тебе надо бегать, а мы там жизнью живем, ну все такое. А сами не могут, не получается такая форма, чтобы была. Я пошла учиться, выбрала себе школу Ларисы Мазариной, но я тогда о ней не знала, и я пошла учиться к мастеру, который работал тогда уже около 10 лет, лет 8 у нее был опыта. Я пришла, попросила, чтобы она меня научила. Она меня честно научила по тем конспектам, которые у нее были от компании GoldenEye, на технологию GoldenEye. Привет. И когда я прошла у нее теорию, буквально 3 дня я приходила по вечерам к ней писать под диктовку, я сделала 3 модели с ней вместе. Я сделала мою директора, который я работала тогда, я сделала своих двух клиенток, одной я сделала губы, другой сделала глаза. А директору я сделала брови и глаза, а другой девочке сделала губы. У меня было 2 модели. После этого я целый год, наверное, или побольше, это был 2009, а потом, вот он у меня диплом, а в 2011 году, где-то через полтора года я пошла учиться вот на базовую школу Ларисы Мазариной. И там я прошла 9-дневный базовый курс, 9 что ли дневный он был, да, 9 дней по-моему. У меня там было на каждую зону по 2 модели, и каждые эти 2 модели у нас были с девочкой пополам, с которой мы на кушетке сидели. То есть было очень мало практики, по сути, вот для того, чтобы познать. Ее всегда будет мало этой практики, честно вам скажу, поэтому я поняла потом, что людям нужны знания прежде всего, а потом только эти знания переносить в руки, в том, чтобы это получалось. Поэтому так и возникла у меня программа «Наставник». Я поняла, что без наставления мастеру двигаться очень-очень трудно. Поэтому, когда я развивала свое, я не смогла не принять никаких участий в каких-то мастер-классах развивающих. Я в собственном соку. В собственном соку. И вот на этих шишках, на этих болячках потом я выстроила свои работы. Те работы, которые вы видите, я это сделала просто сама. Вот просто после этой базы, после которой обычно мы все сырые, вот, это, можно сказать, с нуля. Так все и учат теорию на нулевом уровне. Понимаете, в чем дело? Это сложнейший процесс, его надо уметь разложить на мелочи. Когда я стала выходить в эфир и рассказывать просто так свои будни профессиональные, я поняла, что мне стали писать люди, бесконечные письма пошли, что вы так понятно объясняете. И вот по сей день все так пишут, поэтому я просто поняла, что рассказывать это мое, объяснять, разъяснять. И я действительно это делаю вот с полной отдачей. Вы видите, я выхожу в эфир и я начинаю вот так вот захлеб вам рассказывать, потому что вот это вот я этим живу, вот это я люблю. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже начали в какой-то момент захлеб отвечать кому-то, потому что вы будете понимать. Вам будут спрашивать другие коллеги, а как там вы сделали, а что вы сделали. А вы можете со стопроцентной уверенностью ответить. А у нас есть варианты, да, когда человек спрашивает, а он и сам не знает почему, да. Или делает вид, что он знает, в итоге получается, что он и сам не знает почему. А то, когда я вот эти проблемы получала, я очень долго мучилась. Я не могла понять почему, почему, почему. А потом я поняла почему, потому что нужно понять все. И цвет внешний, да, и научиться с ним управлять им, еще не залазяя в кожу. И потом понять кожу отдельно. И потом понять оборудование отдельно, как оно работает. Понимать, понимаете, я раньше держала в руках машинку, я не понимала вообще, что эта машинка из себя представляет внутри. Я с ней была на вы. А сейчас я с ней как бы как единая целая, я понимаю по звуку что-то, она не так там работает. Я понимаю, я начинаю ее перестраивать, я знаю, как ее подстроить под себя. И вы тоже это все можете. И вы к этому придете, если вы еще не пришли. Поэтому все ваши базовые дипломы, это, конечно, хороший такой, скажем, старт. Но это еще далеко не конец. Это самое начало и самое трудное. Поэтому спустя все эти года, буквально только в 2018 году, я прошла обучение уже на управление лонгом. И получила диплом, который провозглашает, что я являюсь лейнергистом. И вот только потом я осознанно приобрела себе лонг и начала на нем работать. Лонг это индукция, это другой принцип работы. Всегда объясняла, рассказывала, это осознанная покупка. Я никогда в жизни не могу согласиться с тем, что кто-то говорит, это типа какие-то крутые навороты, фишки и все такое, понты. Вот те, кто говорят, мастера, которые говорят, это все понты, они хотят просто показать, что у них там все дорого, круто. Я сразу хочу сказать, это не профессиональный комментарий. Потому что индукция, это индукция. И это самый лучший механизм, который создан для более самых четких линий. Я мечтаю научиться управлять им идеально, идеально. Но я знаю, что это непросто и на это нужно много времени. А я большую свою часть времени трачу на своих учеников. Я практикую все меньше и меньше. Я сейчас задумываюсь о том, чтобы перейти на более как бы официальный уровень работы. И мне интересны стали проекты. Сейчас я запускаю один.